Какой мальчишка не мечтает стать известным спортсменом? Ну а если речь заходит о самбо и дзюдо, то тут глаза загораются даже у девчонок. Развитие детского спорта является одной из важных задач государственного уровня. Ведь спорт – это прекрасное средство развития не только физической силы, но и силы духа. Он способствует повышению внутренней дисциплины и открывает путь к настоящей гармонии. Открытие новой школы борьбы с самбо и дзюдо в нашем районе стало по-настоящему большой радостью. Этого события с нетерпением долгое время ждали и дети, и тренера, и даже родители. Впечатление, конечно, колоссальное. Почему? Потому что о таком зале только остается мечтать. Действительно, созданы все условия для тренировок. Тут и канаты, и шведская лестница, турник, гири от 1 кг до 10 кг, гантели. Все здесь есть – маты, зал сам, пешевые, раздевалки – все условия для занятия борьбы с самбо и дзюдо. С момента открытия дворца борьбы с самбо и дзюдо количество спортсменов растет с каждым днем. В настоящее время здесь занимаются более 70 детей. Радует, что создание условий действительно служит катализатором успешного развития спорта. Желающих заниматься борьбой с самбо и с самбо стало больше. При наличии таких условий, конечно, многие захотят заниматься. Но это на первоначальном этапе. Но наша задача в том, чтобы их здесь удержать, чтобы этот зал был полностью задействован, чтобы дети приходили и занимались этим видом спорта. По словам старшего тренера Дюс США Беслана Дохова, тренировки здесь проходят 4 раза в неделю по 3 часа. Занятия ведут опытные тренеры Юрид Хакушинов, Айдемир Дохов и Султан Химишев. Две секции. Секция борьба, борьбы дзюдо и самбо. С тренировки мы проводим со вторника по пятницу с 4 до 8 вечера. С 4 до 6. Одни тренера, с 6 до 8 другой тренировки тренируются. Охватываем детей около 70 человек в общей сложности. Это борьбы дзюдо и самбо. Оба отделения. Труд юных спортсменов, как говорится, налицо. Они являются постоянными участниками и призерами всех проводимых соревнований, как в республике, так и за ее пределами. И сейчас у них идет активная подготовка к предстоящим турнирам. В этом году, допустим, Кашхабльская Дюша исполняется 40 лет. Мы хотим провести соревнования, приуроченные к этой дате, республиканского уровня. Помимо этого, аул Кашхабль в этом году исполняется 150 лет. Мы тоже планируем приурочить к этому и провести соревнования по этим видам спорта. Потенциал у детей хороший. Возможности для полноценных тренировок есть, желания есть. Воспитанникам остается пожелать только здоровья, говорит Беслан Дохов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!